Здравствуйте! В студии ТВ Мэтищи Надежда Трифонова. И сегодня у меня в гостях старший эксперт Мэтищинского территориального управления силами и средствами ГУ Московской области Мособлпошспас Владимир Васильевич Шаров. Здравствуйте! Добрый день всем! Владимир Васильевич, сегодня день траура по погибшим в наводнении в Краснодарском крае. Многие мытищинцы предпочитают там отдыхать. Есть ли какая-то информация о пострадавших мытищинцах? О пострадавших мытищинцах через МЧС у нас не поступало. Но я думаю, что, слава Богу, наверное, в числе погибших наших мытищинцев нет. Владимир Васильевич, сегодня у нас буквально был в студию звонок, спрашивают, могут ли мытищинцы какую-то помощь оказать пострадавшим в Краснодарском крае. Вы эту информацию как-то располагаете? Во всяком случае, в первую очередь, я полагаю, нужно обратиться к нам в администрацию. Потому что в первую очередь они там будут работать по этому делу. Ну и к нам 5860376. Но здесь вот какая ситуация. У нас по нашим нормативным документам в каждом городе, в каждом районе, в области существует фонд на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Если у тебя не хватит сил и средств денег, поможет область, республиканские органы. И поэтому в первую очередь дойдет та помощь, которая сейчас необходима, нужна. Если люди придут, принесут свои вещи, они окажутся постребованным только через неделю. Потому что пока их соберут, отправят, это будет несколько дней. Поэтому лучше как бы вот... Нет, не то, чтобы лучше. Вы понимаете, тут, конечно, играет роль большую сочувствие людям помочь в беде. Но одно дело, когда помощь придет к тебе сейчас, сегодня, или она придет через неделю. Конечно, потом этим пострадавшим потребуется и зимняя одежда, и какие-то предметы бытовые. Но это уже, как говорится, второй этап. А вот на первом этапе это должна лечь забота на плечи местной администрации или района города. Понятно. Владимир Васильевич, а информация о том, что сейчас там происходит, есть какая-то? Как быстро вот последствия чрезвычайно этой ситуации удастся устранить? Потому что люди, в общем-то, уже есть те, которые не там, но уже купили билеты в тот же Геленджик. Что бы вы им могли посоветовать? Посоветовать? Ну, по поводу ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенно таких. Это же стихия. Она хоть и происходит редко, но, видите, как вот ночью и вдруг, как говорится, внезапно. И здесь, если я немножко отвлекусь, я думаю, что комиссия проведет расследование, будут обнародованы причины таких больших потерь пострадавших. Да, все-таки 66, да? 171 человек погибших. И здесь большую роль, конечно, должна была бы сыграть система оповещения. Вот вы, наверное, знаете, слышали, каждый квартал у нас гудят сирены в городе. И вы думаете, люди знают, что это такое? Нет, и по-моему, даже никто никак не реагирует. Некоторые думают, что сирены гудят, значит, нужно куда-то бежать. Ведь элементарные требования, которые уже на протяжении многих десятилетий должны были впитать на уроках гражданской обороны и так далее. Сирены – это просто сигнал предупреждения. Включите радиоточку, посмотрите на местное телевидение, там должны объяснить причину этого. И вот такие системы, локальные системы оповещения, они стоят у нас на всех опасных производственных объектах. И люди просто должны знать и помнить вот эти элементарные правила. А в зонах, где регулярно происходят какие-то чрезвычайные ситуации, природные явления, тоже есть такие системы оповещения? Конечно. Вот, например, у нас один из объектов – это Платина Матинчинского, Крязьминского водохранилища. Там тоже стоит локальная система оповещения, которая замыкается на поселок Пироговский, городское поселение Пироговский. Но здесь, вы знаете, большую роль еще играет человеческий фактор. Вот представьте себе, у нас в каждой воинской части существует такое положение. Утром и вечером дежурный по части делает запись. Значит, у него стоит прибор, автоматический сигнализатор, который определяет уровень зараженности воздуха. И он каждый день делает запись. Радиация в норме, радиация в норме. Вот при мне был случай. Вдруг ночью срабатывает этот прибор. Дежурный по части пощелкал, пощелкал, сломался, выключил. А утром узнаем, что Чернобыль рванул. То есть прибор сработал. На человеческий фактор. Уже настолько привык к тому, что все хорошо, все в порядке. Да, поэтому здесь вторую роль, конечно, играет не только оповещение, но и обучение населения, чтобы они помнили постоянно об этом. Ну, даже есть информация о том, что в Краснодарском крае МЧС предупреждало о том, что возможно стихийное бедствие. И как-то вот получилось, что люди не были к этому готовы. В принципе, МЧС может не только предупреждать, но и как-то эвакуировать, воздействовать жителей в таких ситуациях. Но вы думаете, что сотрудники МЧС... Или нет таких полномочий? Понимаете, бывают и такие случаи. Подплывают сотрудники МЧС на лодке, сидит бабушка, дедушка на крыше и говорит, нет, мы от своего хозяйства не уедем. Вот так вот. Сейчас водичка спадет, и все будет нормально. Поэтому тут это чисто уже психология человека. Потому что он всегда рассчитывает на лучшее, что с ним ничего не случится. А оказывается, еще как случается. Ну, вот все-таки вопрос вы так и не ответили. Насколько быстро будут устранены последствия стихийного бедствия? Как это быстро все происходит? От чего это зависит? Вы знаете, я думаю, на это даже и комиссия областная не ответит. Потому что чрезвычайная ситуация, это не только погибшие люди, но это же и пострадавший скот, и дома разрушены, и хозяйство. Для того, чтобы отстроиться, это нужно не только финансовые средства, но еще и рабочие руки. То есть не только, чтобы вода ушла, но и как бы... Поэтому вот есть ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а это уже процесс долгий. Ну, тогда, Владимир Васильевич, может быть, вы скажете, какие правила поведения есть во время подтопления? Чтобы, если вдруг кто-то попадет в такую ситуацию, мог... Не дай бог, да? Да, не дай бог, конечно, но мог себе помочь, чтобы он не растерялся и уже знал, что делать. Потому что у меня, например, первая бы мысль была – это поплыть. Поплыть. А представьте себе, этот поток несется со скоростью, например, 5-7 метров в секунду, и вместе с этим потоком несутся бревна, камни. Потом, если вы попадете в этот поток, он может швырнуть вас на какую-нибудь каменную ограду, на железную, металлическую ограду. Вы можете попасть в ветви дерева, тоже запутаться. Поэтому здесь, конечно, прежде всего нужно выбрать место повыше, стараться на него забраться. Но если есть какое-нибудь подручное средство плавательное, ну, вплоть до того, что он... Дверь деревянная или еще что-нибудь, постараться на нем удержаться. Это единственное. В воду лезть нельзя никак. В воду лучше не лезть. Нет. Владимир Васильевич, ну, давайте вернемся в мытище. Уже купальный сезон в разгаре. На воде все спокойно, о чем нам говорит статистика? Если можно, то по сравнению с предшествующими годами. Вы знаете, вот стучу по дереву, это дерево у вас, в этом году у нас пока хорошо. Один человек погиб, утонул в Новоалександрово. В прошлом сезоне у нас было 9 человек, в том числе один ребенок. Ну, сезон еще только начался. Посмотрим. Во всяком случае, мы стараемся и приложим все усилия, чтобы эти цифры у нас не увеличивались. Кстати, вот по поводу цифр и статистики. Вот просто ради интереса. Существует такое понятие, как чрезвычайные ситуации. Это ситуация, когда погибают люди, материальный ущерб наносится зданиям, помещениям. Или с экономической точки зрения значительные материальные потери. Так вот, если возьмем просто статистику, вот, например, за 2010 год у нас всего-то-навсего было 360 чрезвычайных ситуаций. Это по стране. По стране. И 683 человек погибло. В предыдущем году 297 и 791 человек погибло. Ну, подумаешь, там 600-700 человек. Хотя, конечно, трагедия, но по критериям МЧС чрезвычайная ситуация. Это ситуация, когда гибнет, например, два или более человека. Или пять пострадавших. Или, например, там материальный ущерб в каких-то определенных размерах. А у нас ежедневно гибнут и на воде, по одному человеку, в дорожно-транспортных происшествиях. И поэтому на эти цифры-то обращать внимание особо не нужно. Не стоит ориентироваться. Вот представьте себе, если за позапрошлый год у нас, значит, в пожарах, на пожарах погибло 18 с лишним тысяч, на воде 14 144, а в дорожно-транспортных происшествиях почти 34 тысячи. Если сложить эти цифры, будет 66 295 человек. Это очень большая цифра. Такой небольшой населенный пункт. Да. И вот так вот каждый год теряем. Примерно от 60 до 70 тысяч человек. В каких-то происшествиях. Владимир Васильевич, а что становится основной причиной, вернемся к воде, раз уж начали об этом говорить, что становится основной причиной несчастных случаев на воде? Ну, про употребление спиртных напитков я не буду говорить. Ну, почему же? Ну, это очевидно, потому что 90% утонувших, значит, в результате последующих вскрытий и прочее, определяется, что люди были в состоянии алкогольного опьянения. Значит, еще основные параметры, это, ну, не то чтобы параметры, еще основные причины, это самонадеянность. Люди не рассчитывают свои силы. Ну, подумаешь, скажут, вот давай доплывем до конца заливчика и назад. У нас же в основном-то народ нетренированный в связи с физическим отношением. Ну, да. И на воде расстояние не скрадывается, подумаешь, там каких-то 50 метров, а оказывается 100 метров. Вот, второй момент. То есть, видно по-другому воспринимаешь, да, на воде расстояние? Да, да. А люди самонадеянно думают, доплыву и нормально. Потом еще один немаловажный фактор – это жаркая погода, солнце. Вот, когда человек разгоряченный попадает в холодную воду, у него получается спазм сосудов, и примерно большинство случаев утопления, так называемое сухое, в легких нет воды. А человек из-за спазма сосудов теряет ориентировку, не знает, что делать, и, в конце концов, теряет ориентацию и тонет. Ну, и, кроме того, нужно, поэтому нужно входить в воду постепенно, не торопясь, не так вот сразу бросился и давай, греби. Ну, еще, конечно, следить за детьми. Потому что у нас и в прошлом году, и в позапрошлом году было по одному случаю. Ну, и еще один немаловажный момент – это купаться в оборудованных местах. Потому что там могут быть и скользкие камни, и бутылки порезанные, и какие-нибудь прути металлические, бетонные блоки, штыри. Ну, собственно, и, в общем-то, у нас вода-то судоходная. И не только судоходная, в нее еще и мусор всякий могут забрасывать. Поэтому нужно сначала посмотреть дно, аккуратненько ногами попробовать, как оно, нет ли там ям. Тоже купаться. Ну, во всяком случае, прежде всего, это нужно купаться в оборудованных местах. Мы сейчас подойдем к нашим пляжам. Да, кстати, где сегодня можно отдохнуть у воды на территории Матищинского района? Значит, по состоянию на сегодняшний день, по данным госинспекции по маломирным судам, у нас сейчас открыто 12 зон отдыха. Это зоны отдыха. Я их перечислю. Адмирал, Малибу, Хлебниково, Клязьминское водохранилище, пансионат Троицкое, Освод, Большое Ивановское, Пироговское турбаза, Подрезово-2, Новоалександрово, Санаторий Дубраво и Дом отдыха Подмосковья. Всего 12 зон отдыха. Это там, где можно купаться. Да, там, где проверена вода, где проверено дно, где есть спасатели, которые вам помогут в случае чрезвычайной ситуации. Кстати, а как происходит этот момент? Допустим, на воде случается какая-то чрезвычайная ситуация, кто-то начал тонуть. Что делать? Спасатели сами видят, что кто-то тонет и бегут на выручку? Или нужно позвонить по какому-то телефону, что скорую помощь там мы знаем, 0-3, да? А как вот со спасателями быть? Значит, наша спасательная станция находится в Подрезово. Есть такое понятие, как оперативная зона реагирования. То есть, 1200 метров и в радиусе 1200 метров мы обязаны не допустить ни одного несчастного случая со смертельным исходом. Но это зависит от многих факторов. То есть, спасатель должен, увидев тонущего человека, быстренько запрыгнуть в лодку, мотор включить, быстро долететь до тонущего человека и с помощью комплекта 1, то есть маска ласты, достать его то ли со дна, то ли с поверхности воды. Это определяется жесткими требованиями, потому что человек без воздуха может находиться максимально 7 минут. А потом наступают необратимые процессы, и человек уже не вернешь. То есть, 7 минут. Это максимум. И спасатели должны жестко укладываться в этот норматив. Ну, а по поводу того, что стоит ли спасать человеку, который не умеет этого делать, тут уже нужно смотреть. Если это один человек и нет каких-то подручных средств, вы знаете, бывают такие случаи, когда тонущий человек уносил с собой и того, который спасает. Во-первых, ну и на пляжах, как правило, существуют какие-то подручные средства, помимо основных спасательных средств, которые круги, веревки, лодки и другие спасатели. Можно их тоже использовать. Как? В каком качестве? Как? Ну, как правило, вы знаете, люди не заплывают... Просто кинуть в воду, чтобы было за что-то, скажем, доску, подручные средства. Да, хотя бы тот же самый матрас надувной. Бросить, да, чтобы за него мог тонущий схватиться. Или с этим матрасом вместе подплыть, помочь человеку, чтобы он тебя не утащил с матрасом, тоже помочь это сделать. Потому что, как правило, люди редко заплывают на дистанцию 100-200 метров, ну, 30-50 метров, недалеко. А в этом случае можно человека спасти. А все-таки телефоны какие-то есть, по которым можно позвонить и попросить о помощи? Вот в этом случае еще хотел бы заметить следующее. Вы сами понимаете, когда человек тонет, каждая секунда на счету. Если вы будете звонить там 01, и потом это по цепочке передадут нам оперативное управление, потом дежурному, потом нашим спасателям пройдет одна или две минуты. Я был бы бесконечно рад, если бы на мобильных телефонах наших матищенцев были вот эти два телефона мобильных наших спасателей. Перед тем, как идти на пляж, да? Да. Вот запишите, и, между прочим, почаще показывайте эти телефоны. 8-903-003-6544 и 8-903-003-6786. Поэтому, если вы видите тонущего человека, вы, конечно, будете принимать все меры к его спасению, но если вы перед этим позвоните еще и по этому телефону, шансов спасти человека будет намного больше. Владимир Васильевич, ситуация, в общем-то, тьфу-тьфу, благополучная сейчас на воде. Вы какие-то профилактические мероприятия проводите с населением? Благодаря чему у вас вот так вот получается? Ну, начиная с прошлого года, у нас есть такое положение, что мы осуществляем патрулирование 5 раз в сутки в светлое время. В усиленном режиме мы работаем в субботу-воскресенье. Вообще, лето, жаркая пора не только для отдыхающих, но и для нас. И, кроме того, мы осуществляем совместное патрулирование с инспекторами госинспекции по маломерным судам. И вот этот вот комплекс, конечно, дает хорошие результаты. Вот я недавно беседовал с главным инспектором нашего центрального отделения ГИМС, с Жолодовым. Он сказал, что на воде стало намного меньше происшествий с техническими средствами. То есть это вот катера, яхты, гидроциклы. Потому что это, конечно, в определенной степени бич. Когда люди садятся на этот гидроцикл, начинают гонять со скоростью 70-80 км в час или на катере. А ведь, вы знаете, на катере тормозов нет. Да что, а как? А как останавливаться? Поэтому или менять курс. Но там тоже большая сила инертности. Вот и на воде человека разглядеть-то тяжело. Голова такая небольшая, тем более, если волна идет. Владимир Васильевич, а вот для того, чтобы управлять катером, гидроциклом, существует какая-то школа, какие-то правила водного движения? Вот так. Что-то нужно сдавать, какие-то документы при себе иметь? Конечно. Это вот как у нас есть ГИБДД на суше. Вот госинспекция по маломерным судам, это, как говорится, ГИБДД на воде. Оно у нас находится в Подрезово. И там, значит, осуществляется регистрация этих судов, проверка технического состояния, наличие на этих судах спасательных средств. То есть, жилеты должны быть спасательные, круги и так далее. И, значит, проверка документов. И люди, которые хотят управлять этим водным транспортом, они должны сдать определенные экзамены. Там, в ГИМС. Да. Так что здесь все как... То есть, вот так инспектор может подъехать, попросить права? В любом случае, конечно, да. Владимир Васильевич, на прошлой неделе прошла ежегодная парусная регата. Вы там традиционно обеспечиваете безопасность. В этом году как все прошло? Не было ли каких происшествий? Вы знаете, с парусными регатами у нас происходит все хорошо. Потому что люди дисциплинированные, во-первых. Профессионалы. И у них есть определенный маршрут, от которого они не отклоняются. Ну, гоняются. Как они говорят, гоняются. И здесь, несмотря на то, что парусные регаты у нас проходят практически еженедельно. Это не просто какие-то там выступления клубов. У нас есть, например, в прошлом году был Кубок Мира. Не говоря о российских соревнованиях или областных тоже. На всяком случае, с парусными регатами очень приятно работать. Там и судьи, и спасатели, и надежные гонщики. То есть, там люди знают, что делать. Конечно. А, кстати, на управление яхтой парусной тоже нужно какое-то удостоверение? Конечно, да. Да, да, да. Хоть она и парусная, но все равно транспортные средства. Кстати, Владимир Васильевич, вот тоже еще вопрос появился. Если вот нарушаются правила движения на воде, да, нет там удостоверения, какие-то меры воздействия есть на таких нарушителей? Что их ждет? Что их ждет? Ну, начиная от предупреждения и ласкового внушения. Ну, если люди этого не понимают или находятся в нетрезвом виде, их удаляют. Ну, во-первых, берут на абордаж, как я говорю. Ну, приводят или к нам, или в госинспекцию по маломерным судам. Значит, подключается водная милиция. И составляется акт нарушения. То есть, все то же самое, да, как и на дороге. Да, да, да. И может последовать наказание. Вот так вот. Владимир Васильевич, жаркое лето, оно у нас наконец-то наступило, еще, в общем-то, и пожароопасный период. Все мы боимся повторения лета 2010 года. Сейчас как обстоят дела в Матичинском районе с пожароопасными ситуациями? Вы хотите сказать, что не пожароопасная ситуация, а ситуация в лесах? Да. Хочу сказать, что на протяжении последних трех месяцев в лесу у нас возгораний не было, лесных пожаров не было. Да и по данным, которые к нам приходят ежедневно, очагов возгорания, серьезных очагов возгорания на территории Шатуры, Орехово-Зуевского района Раменска. Это там, где всегда что-то горит, да? Да, обычные, традиционно, практически не существует. А если бывают и мелкие возгорания, очень жесткие требования. Если обнаружен очаг пожара в лесу, до конца суток, в светлое время, он должен быть ликвидирован. И здесь подключается уже не только пожарная техника, но и вертолеты, самолеты, то, что находится у нас на вооружении. Но пока все спокойно. Пока все спокойно, да. Поэтому давайте стучим. Еще раз, мы сегодня стоим через плечо и стучим. Владимир Васильевич, какие правила поведения существуют для того, чтобы все-таки нечаянно не поджечь дом, не сжечь деревню, лес. Потому что, как известно, возникновение лесных пожаров это все-таки обычные человеческие факторы. Кто-то что-то где-то не потушил. Я, конечно, могу пошутить, сказать, чтобы не было пожаров, нужно не зажигать спички. Но это практически невозможно, к сожалению. Люди идут на пикник. В любом случае. Во-первых, в прошлом году было, и в этом году тоже было постановление губернатора о пожароопасном периоде. И если люди нарушают правила поведения в лесу, они могут поплатиться за это, ну, начиная от трех тысяч рублей, кончая, может быть, даже если это серьезные последствия, может быть, и более серьезное административное нарушение. Пал травы запрещен. А, кстати, зачем вот траву жгут? А я не знаю. То есть это какая-то вот традиция непонятная? Ну, во всяком случае, просто людям тяжело убрать вот эту вот старую траву. А, чтобы накосить? Да, они хотят облегчить себе работу и проще сжечь, чем скосить или перекопать. То есть это запрещено? Да. Так, что еще? Потом шашлыки, вот любят шашлыки жарить. Это должно быть определенный мангал. Мангал устанавливается на землю, на землю. То есть нужно очистить с помощью лопаты от травы. Ну и потом, после того, как вы закончили пикник, нужно залить мангал. Не костер, повторяю. Костер запрещен. То есть вода должна быть залить воду и убедиться, что не будет возгорания. Что нет углей. Ну, естественно, убрать за собой мусор. Это тоже такое пожелание. Ну и, соответственно, не бросать окурки, да? Ну да, это уже чисто мелочи. Ну вот, к сожалению, из-за этих мелочей, как известно, сгорали целые поселения. Владимир Васильевич, а вот в этот период проводится тоже какая-то инспекция в лесах? Следят за отдыхающими там? Да. Во-первых, у нас, согласно постановлению главы района, создан оперативный штаб тушения лесных пожаров. Там осуществляется дежурство руководящим составом. Ну и, кроме того, дежурными силами осуществляется патрулирование опасных участков. И здесь, вот по опыту прошлого года, принимали участие общественные организации и казачество наше, и добровольцы. То есть те люди неравнодушные, которые понимают, что природу-то надо беречь, а то она может тебя и наказать. Владимир Васильевич, а вот, кстати, у нас, по-моему, в этом году появилась добровольная пожарная дружина. Ее-то функции какие? Добровольная пожарная дружина – это в Листехе, в Листехническом институте. Ну, прежде всего, это требование времени. У них есть пожарная машина своя, подарили им оборудование. Но при этом они не являются пожарными. Нет, они не являются. Их задача – это локализовать и сдержать пожар до приезда основных сил пожарных. Никто их не заставляет лезть в огонь. Это запрещено. Представьте себе. Нельзя. Человек мало подготовлен. Он знает, как развернуть рукав, как подать воду. Но к серьезным пожарам нет. Вот ты должен просто сдержать этот огонь и дождаться приезда основных сил. То есть, это их задача. Да. Владимир Васильевич, кроме всего прочего, сотрудники МЧС выезжают еще и на вызовы граждан. Какие обращения вы чаще всего слышите с просьбой помочь? В чем? Ну, конечно, чаще всего это вскрытие дверей. Забывают ключи дома, да? Да. Причем здесь вот какой интересный момент. Почему-то... Ну, вы знаете, для каждого человека, который потерял ключ, это чрезвычайная ситуация. Но для нас это не чрезвычайная ситуация. Но тем не менее вы... Да, у нас... Но тем не менее выезжаем, да. Особенно бывают случаи, когда, например, бабушка вышла, мусор вынести, а у ней на плите стоит суп. Но это уже чрезвычайная ситуация. Может гад взорваться. Или ребенок закрылся там. Также нельзя вскрыть. Это тоже чрезвычайная ситуация. Да, это чаще всего. Но другие случаи спасаем животных. Были случаи, барону спасали, собак вытаскивали, лося из канала вытаскивали, потому что он попал в канал, а там бетонные плиты, и он не мог вылезти. А как же вам его удалось? Ну, как вы его? Он очень-то большой. Большой. Пришлось ребятам помучить и себя, и его накинули верёвку на рога, потихонечку по воде транспортировали в технический залив, там, где можно было вылезти. Вот. Но бывают случаи забавные. Вот расскажите какой-нибудь курьёзный случай, Владимир Васильевич. Курьёзный? Ну, знаете, года два назад приходят к нам в управление два мальчика. Ну, где-то 10-12 лет. У одного на пальце подшипника. Снять он его не может, уже палец отекает. Ну, подшипник – это не колечко золотое, которое можно там перекусить. Там же сталь какая. Вот. Пришлось, ну, верхнюю часть вместе с шариками, обечайкой мы сняли, а вот эту нижнюю часть мы два человека держали ему руку, чтобы он не дёрнулся. А третий с помощью болгарки пилил потихонечку. И причём раза два пропилим. Это ювелирная работа. Да, раза два проведём, пропилим, потом охлаждаем. Он же нагревается. Примерно минут 40 эта операция заняла. Но я думаю, что он на всю жизнь запомнил это. Он больше не будет надевать подшипник на палец. Владимир Васильевич, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был старший эксперт Мытищинского территориального управления силами и средствами ГУ Московской области Мошу был Пош-Спас Владимир Васильевич Шаров. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале ТВ Мытищина. И напоследок хочу сказать, уважаемые мытищинцы, помните, что мы есть, мы всегда придём к вам на помощь, но чтобы у вас не было повода звонить нам. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова